Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про керамический полигель от торговой марки Z-Color. Я уже писала статью на эту тему и подробненько рассказывала о свойствах этого материала. Он ни на что не похож. Он абсолютно не такой, как все полигели, какие я только видела. В нем нет никакой зернистости от слова вообще совсем-совсем. Он даже не прилипает к пальцам, потому что у него нет вот этой липкой пленочки, которая прилипает, допустим, к кистям, к пальцам, к стеку. Он такой податливый, он мягкий и можно лепить даже пальцами. И к пальцам не прилипает. Ну да, конечно, лепить пальцами это, знаете, такое себе. При клиентах я вам в этом видео показываю именно свойства этого материала. Пальцы у меня ничем не смазаны, ничем не намочены. Я просто скатала шарик между пальчиками и прикладываю на базу, на подготовленный ноготок. Базу лучше использовать протезирующую. Вот это же торговые марки тонким слоем, ну как основу. То есть это не однофазный материал, его нельзя просто на голый ноготок. Просто пальчиком разложила апельсиновой палочкой, поправила все. И если хочется прям очень-очень четкую границу, опиливаю пилочкой. Но надо снять хорошенечко остаточную липкость, чтобы... Ну пилочку-то не забить-то, конечно, это понятно. Есть несколько оттенков. Есть номер четвертый, это натуральный. Номер два, это белый. Номер один прозрачный. И номер три, розовенький, не прилипает ни к пальцам, никуда. Он как резинка, он как жвачка. В состав его добавлена натуральная слюда, это Мика. И она в таком свойстве, как бы вы ее не увидите. Ни под микроскопом, ни как вы ее не увидите. Я не хипит, не буду вам рассказывать. Это, возможно, даже секретики торговой марки. Поэтому рассказывать не буду. Да, именно вот эта Мика, эта слюда делает ногти прочными. Болигель перестает липнуть к пальцам. И поэтому у него такие свойства, его и можно лепить. Я специально навалила кучу материала, чтобы показать, что он просох. То есть это видео просто показательно. Это не учебное пособие, как сделать френч. И я пилю и показываю вам, что, во-первых, он просох, во-вторых, спиливается он вот такой стружкой, крупной, не пылью. Так что имейте в виду, когда начнете работать. Фреза должна быть остренькая. Работаю я ТВСкой, фиолетовой. Очень хорошо все спиливает. Но вот именно вот такой стружкой, как будто вы пилите пластмасс. Пилочка тоже должна быть остренькая, потому что это достаточно такой твердый, прочный материал, который достаточно нелегко пилить. Имейте это в виду. Под ноготочком, если где-то что-то затекло, можно пройтись керамической фрезой. Выпиливает так, что под ногтем гладенько остается. Не надо проходиться финишем, ничем. Все ровненько опиливается изнаночка. Ровненько, а гладенько, как будто вы там ее зашлифовали. Его можно наносить очень-очень тоненько. Ногти прочные, ногти красивые. Мне очень нравится этот необычный розовый натуральный цвет. Топом перекрывайте, все ноготочки готовы. Так что, если что, керамический полигель вы можете найти на сайте Z-Color. Я взяла для того, чтобы ремонтировать. Сколы, уголочки, он очень прочный. Он очень прочный и будет держать любую трещину, любую боковушечку подровнять легко и быстро. При помощи этого полигеля вы сможете. И обязательно не забывайте промокод, который я вам также оставлю в описании к этому видео. Обязательно воспользуйтесь. Видите его при оформлении заказа. И вам автоматически насчитается скидочка. И некоторые из вас спросят, есть ли полигель, этот именно керамический на волнберес. Да, он есть. Он есть в ассортименте и он есть там в больших объемах. А на сайте Z-Color вы можете выбрать объемчики. Поменьше можно выбрать по антикризисной программе без этикетки и немножечко сэкономить. Этим керамическим полигелем можно работать как в традиционном наращивании на обычные бумажные формы, так и на верхние формы, так и на гелевые типсы. Но гелевые типсы он как клей не держит. Так что имейте это ввиду. Перекрываем топом и все. Все готово. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. А мы увидимся снова очень очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока. Продолжение следует...